Утром до завтрака снимаю отель в городе Рен. На окраине, застроенном модернами постройками. Обе отели. Затем завтрак. Зеркало создает впечатление обилия предлагаемой еды. В программе Тура не предусмотрена экскурсия в Рене, но было бы неправильно побывать на территории города и ничего не оставить о нем в видеодневнике путешествия. Рен – столица Британии. Население почти четверть миллиона, а с пригородами более полумиллиона. Уже во времена Римской империи здесь был город. Средневековые ворота города. Сохранились старые здания в стиле фахверк. Парламент Британии. Площадь Республики с дворцом коммерции. Музей искусств. Вход в рыбный рынок. Муниципальный бассейн в стиле арт-нуво. Река Вилен, на берегах которой стоит Рен. В Рене есть метро. Одна линия длиной 10 километров. Здание оперы. Музей. 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 Едем в Анже, главный город департамента Мен и Луара. Анже расположена на берегах реки Мен, в нескольких километрах выше места ее впадения в Луару. Население города около 160 тысяч. С IX века Анже – столица Анжуйского графства, которым с 870 по 1205 годы правила Первая Анжуйская династия, давшая в свою очередь плантагенетов, династию, правившую в Англии 230 лет, начиная с 1154 года. Из этой династии, в частности, Ричард I – Львиное сердце. До Французской революции город Анже был столицей провинции Анжуй. Подошли к средневековому замку, воздвигнутому в IX веке графом Анжуйским. В замке 17 башен, и первоначально они были выше, чем сейчас, и были увенчаны конусообразными куполами. В бывшем замковом рву устроены прекрасные куртины или клумбы. Король Генрих III в 1585 году приказал разрушить замок. Тогдашний управляющий замком, желая сохранить крепость, решил только изобразить послушание и сравнял знаменитые башни Анже с замковыми стенами. Уловка помогла, и замок Анже сохранился до наших дней. Стоящая во внутреннем дворе небольшая постройка, на которой уцелили конические купола, позволяет представить себе, как выглядел весь замок до того, как его башни были укорочены. Возможно также, что башни выглядели, как в замке Шамон-Сюр-Луар, построенном в X веке, сгоревшем в 1465 году, но вскоре построенном заново. Снимают двор замка через просветы между прутьями ворот, а внутрь замка мы не попали, что тут же вызвало недовольные замечания. Внутри расположены резиденция правителя, церковь и музей ковров, где, среди прочего, выставлен самый длинный в мире ковер апокалипсиса, созданный во второй половине XIV века. На ковре изображены предстоящие события апокалипсиса, включая Армагеддон, решающую битву добра со злом. Ковер состоял из ста отдельных частей, из которых сохранилось около 70. Это самый длинный ковер в мире. Сохранилось около 100 погонных метров ковра из 140 метров первоначальной длины. Пятиконечные шипы, ограды моста. Вид с крутого берега реки Мэн, на которой стоит древний замок, на более новые районы города. От реки идет подъем к собору Сен-Морис, то есть святому в реке, построенному в 1032 году. Внутри собора. Сен-Морис, На стенах видим многочисленные ковры, на которых изображены сюжеты из Святого Писания. Отметим, что и в настоящее время этот район известен производством ковров. На улице Ханже. Серебряник, то есть мастер по работе с серебром. Витрина его лавки. Дом Адама. Один из старейших в городе. Субтитры создавал DimaTorzok На территории старого аббатства музей французского скульптора и художника Медальера по имени Пьер Жан Давид Данже, то есть из Анже. В этот музей мы тоже не попали. Одна из его самых известных работ – рельефы на фронтоне пантеона в Париже. В начальный период своего творчества он работал в стиле классицизма, а затем его произведения стали отличаться романтической взволнованностью. Это все еще территория старого аббатства, на которой находится музей Давида Данже. Здесь же рядом музей изобразительных искусств. Башня Сан-Тальбинус Названа в честь монаха, который был избран против его воли епископа Манже в начале 6 века. Позже здесь возникло аббатство, а башня была построена в 12 веке. Входим далее по улице Манже. Звучит музыка Муниципальный театр, перестройка подземного пространства площадью театра, фонтан под названием «Диалог», старый дом с рельефами, Как уже говорилось, начиная с Вильгельма Завоевателя и в течение ряда столетий после него, короли Англии имели в той или иной степени французское происхождение. Еще при Вильгельме Завоевателе в Англию устремилось множество нормандских рыцарей, которые принесли с собой французскую культуру. В результате, значительная часть культурного слоя словарного запаса английского языка имеет французские корни. Телеграф, почта, телефон. Старый фасад в качестве украшения. На этом доме рельефы Адама и Евы. А это здание в стиле арт-деко. Теперь мы находимся в начале подъема к собору Святого Маврикия. А там на крутом берегу реки находится Анжуйский замок с 17 башнями, подвергшимися обрезанию, из которых отсюда видна только одна. Вдовольно снимавшись возле фонтана, группа идет на мост через реку Мен, впадающую через несколько километров отсюда в Луару. Мост называется Верден, по имени французского города, у которого произошла крупнейшая битва Первой мировой войны. В боях при Вердене только убитыми стороны потеряли около полумиллиона человек. Мост украшен цветами. На мосту статуя французского офицера, который прославился тем, что предпочел самоубийство, позору плена. Такой туристический поезд провезет вас по достопримечательностям Анже за 45 минут. Возвращаемся мимо замка к исходной точке нашей прогулки по Анже. Очень кстати подходим к информационно-туристическому офису, где, как правило, бывает бесплатный туалет.